Субтитры сделал DimaTorzok Ты что думал? У тебя по голове погладят или что? Малолетних фанатчик Диппинса Опять малолетних фанатчик Диппинса У него, блядь, какой-то гиперсдвиг на этом Все их комментарии я прочитаю И на них отвечу Поехали Моей главной претензией к Диппинсу было то, что он стримит с долбоебами С битвой экстрасенсов И тем самым популяризирует шарлатанов А да еще в этом видосе я пару раз назвал фанаток Диппинса Пару раз Там было 10 минут Буквально каждые 30 секунд Было три населения фанаток Малолетними школьницами Ну и естественно, вместо того, чтобы ответить на серьезные аргументы Они мне решили разъяснить Что нихуя Мы не маленькие Ты не прав, блядь Мне 16 лет, я смотрю Диппинса Вопросы? Мне не 12 лет Есть взрослая аудитория, боже Ничего нового Как обычно у Диппинса клеймо, что его смотрят только маленькие девочки Ребята, суть видео не в этом Ну, блядь Если рассказывать о том, какой прогноз погоды И после буквально каждого предложения, либо в конце говорить 2 плюс 2 равно 5 Тебе в комментариях все будут писать, что 2 плюс 2 равно 4, долбовь То же самое Ты сделал претензионный видос ко мне Называю каждый 30 минут Моих фанаток и фанатов 13-летними девочками Всех Че ты ожидаешь? Я высказал свою аргументированную позицию по поводу... Твоя аргументированная позиция насорные штаны полных говна Вот пока ты не пришлешь фотку штанов без говна Я не буду верить, что это не так Точно так же Такой же, блядь, тейк волосатый, как ты и сказал, что 13 лет всем Диппинса, и почему он долбоеб? А вы мне не на то отвечаете, ребят Но я понимаю, конечно, у вас в 12 лет еще мозг не совсем сформирован Вам может быть простительно, но все-таки впредь По крайней мере, зубы сформированы у них в 12 лет Хотелось бы слышать, видеть Не, он доебывается до вас по каким-то признакам Я буду доебываться до него Небритая сальная голова, блядь, зубы в разные стороны, нахуй, неухоженный внешний вид Надменная речь, блядь, думаешь, что он правит всем миром Нет Его пиздят в школе Комментарии по существу Ну а теперь именно к таким комментариям по существу Блин, чел, ты его даже не знаешь, а говоришь Ты мне больше не друг, он лучше тебя Сань, ты что, долбоебший? Ты опять в Resident Evil играл, испугался и решил зайти на стрим, чтобы не так было страшно одному дома сидеть, или что? Такие вещи Блин, я понимаю, я понимаю, есть момент такой, когда пацаны вырастают с писклявого голоса, чуть-чуть сломанный, сразу хочется называть других школьниками, потому что ты уже взрослый, типа, ну в рамках интернет Вот прямо вот это вот есть такое, особенно вот я вот рос на Counter-Strike, вот этом вот поколении, блядь, серверов У меня как только голос ломался, я говорил писклявым, плевать, я школьник, девочка маленькая и так далее, у меня ломается голос, все, все школьники Может быть это перерос немного вот этот вот гиперфикс в 13-летнюю аудиторию фоначек Ребят, я не перед ним вас отстаиваю, если, я вас отстаивал вот давным-давно, когда меня самого это заводевало, понимаешь, чем больше тебя это задевает, тем больше оно так и есть Тем больше ты притягиваешь к себе эту хуйню Мы просто воспитались так, что нам, как бы, ну все равно, ну, блядь, легче, да, ну просто все равно, ну 13-13, ну хуй, плевать Через 5 лет будет 13, да, вообще, замечательно Я просто смотрю это ради хайпа Сиди со своими 200-ми просмотрами и хайпуй на том, что лезешь к крупным стримерам и блогерам, как последний абсос, никакого факта тут не увидел Просто решил с помощью провокаций собрать просмотры и комы, как будто верить в экстрасенсов лучше, чем быть тобой Это очень хороший комментарий, здесь этот комментарий факт Прошлое его видео было построено о том, что он утверждал, что я верю экстрасенсов Даже не то, нисколько о том, что я популяризирую эту какую-то тему Мы уже все разобрали Это просто прямая провокация, причем с нуля даем Он даже не разобрался в теме Ну, во-первых, ответ на главный твой вопрос, комментатор Быть мной лучше, чем верить в экстрасенсов Это тоже провокация Долбэп, не об этом комментарий Не об этом комментарий На что ты отвечаешь? Я говорю, тебе нагадали, что у тебя будет лишний вес? Или что? Все-таки я считаю Или понос Ну а теперь Бежать обижать она Разберем комментарий Итак, ну, во-первых, этот комментатор нам говорит, что коллаб Не оскорбляй, уебище Ты что, чучело, нахуй, пишешь сейчас? Сань Ты вот эту гору мусора будешь мне выносить помогать Диппинса и Шепса нужен исключительно ради хайпа И таким образом пытается, я думаю, оправдать, что ли, Диппинса Так вот, если он это сделал... Нет, блядь, это в принципе факт Ну, в принципе, это обоеводовыгодная история Это очевидно У него были цифры с этого, у меня были цифры с этого Ради хайпа, во-первых, это его никак не оправдывает Потому что получается, что он... А чего оправдывает? Ты убишь, что ли, кого-то? И тупой, каким я его представил А ебаный пиздобол А что из этого хуже? Ну, я не знаю, сами решайте Но, во-вторых, изюминка этого комментария в том, что он говорит Диппинс хайпится на Шепсе И это вполне нормально Но тут же мне говорит Ты хайпишься, а псов ебаный Вот ты гандон, не лезь к крупным блогерам Странно, как-то двойные стандарты Диппинса почему-то можно хайпиться А мне нельзя Да Ну вот, мы запретили тебе Я комментатор мой запретил Че, как ты это за контриш? Да, нельзя У него чисто на кепке написано Аймхот Бебра Не знаю даже, что тебе искать Сказать комментатор Не знаю, что тебе искать комментатор Мужик, ты... Бля, ладно, мальчик Ты нахуй вообще на тейк комментатора не ответил Ты не сказал про то, что провокация Ты ничего не рассказал Ты на последнее вот это слово ответил Где? Вот, на вот это вот Как будто верить, кстати, лучше, чем быть тобой И... Как последний обсосник Никакого факта не увидел А вот это все остальное для кого написано? Для кого это написано? Что ты хочешь от интернета? То, что здесь давно сижу я, блядь, и так далее То, что это провокационный видос полностью Ноль Диппенс хайпится на шепсе И это вполне нормально Но тут же мне говорит В первом моменте Как раз таки об этом говорю Но мне, знаете, кажется Это каким-то слишком Ну, сложным Невероятным Как будто бы Ваня Диппенс Слишком прост Чтобы выдать вот такую вот схему наебать сначала аудиторию, как будто он поверил в экстрасенсов, потом развести их на вот такой... Я понял, он пытается, вот я говорил в свои времена, вот Жожа умел настроить аудиторию стримера против него же, но это просто очень дешево. Ты не обладаешь даром красноречия, и тем более ты не обладаешь даром убеждения. Это полная хуня. Блядь, кого тут чего-чего-чего-чего, блядь? Вот коллаб, и это все за бабки от Шепса? Нет, мне кажется, здесь все намного проще. И Ваня Диппинс реально чуть-чуть долбоебик, ну и заодно чуть-чуть похайпится за счет Шепса тоже решил. Чел буквально зашел на один стрим Диппинса и выкатил о нем мнение на 6 минут. Понял, принял, без вопросов. Этот комментарий под моим видосом был самым популярным. Естественно, он был самым популярным только из-за того, что в комментариях сидели чисто тупые фанаточки Диппинса, ибо если бы там сидели адекватные люди, они бы этот бред не лайкнули. Я сказал объективную вещь. Человек постримил с экстрасенсом, человек популяризирует мошенника. Как может быть объективным мнение, которое строится на одном стриме? Ну это, это, это просто клоун, блядь. Нахуя мне быть на каждом его стриме, чтобы сделать такой вывод? Или может я какие-то фишки не выкупаю? Да, кстати, мне писали, что на самом деле это Диппинс Рофлет. Это ты не понял, Рофл. Так вот, ребят, может быть вы мне объясните все-таки в чем Рофл сидеть полтора часа и вылизывать жопу экстрасенсу публично, тем самым пиаря его разводняк? Не, наверное, я просто метамодерн, метаиронию, метаприкол не понял. У Бро реально нет аргументов, кроме как дефолтных высеров из 2021-го, когда Ваня взлетел. Ммм, какая база, а что-то новое будет? Дружище, или скорее всего подружка, а скорее всего подружка, которая мне годится уже в дочери, хотя мне 18-ти нету. Я тебя конкретно не понимаю. Про что ты говоришь? Какой нахуй 2021-й год? Основная суть моего видоса была базирована на стриме, который прошел от силы два месяца назад. Какой нахуй 2021-й год? Чуть-чуть включай мозги. Ладно, я поняла. Его за внешность не любят никто, ни взрослые, ни маленькие девочки. Вот и агрится. Все, сори, бро. Это я говорил, что Диппинса любят в большинстве своем за внешность маленькие девочки. И мне эти маленькие девочки начали писать. Ага, ты завидуешь, потому что тебя никто не любит. Можно посчитать, сколько раз он сказал маленькие девочки за пять минут? Любит за внешность, потому что ты неуверенный в себе урод. Вот поэтому ты на нашего Диппинса гонишь. Я вам скажу так. Во-первых, не спорьте нахуй со мной, потому что объект... Блядь. Это, короче, сын Поднебесного, блядь. Это одна семейка. Я клянусь. Он через пару лет начнет писать видосы. Вы должны давать мне секс, потому что я достойный. Фанаточки, вы знаете, там все нахуй, там каждая женщина будет рада... Короче, когда-либо она смотрела Диппинса, там до или после, когда-то она была знакома с моим творчеством, эти стримами. И, короче, формально будет каждая женщина знать обо мне на земле. И он будет говорить «Все женщины, все фанатки Диппинса, вы должны мне дать! Любой ценой, но бесплатно!» Активно. Первый, самый большой костяк аудитории у Диппинса был благодаря его внешности. Ну а про то, что меня за внешность никто не любит. Да, во-первых, нахуй такая любовь не нужна, потому что это... Да тебя и не за внешность никто не... Тебя вообще никак никто не любит. Мама, может быть. Но я не уверен. Любовь осрань. А во-вторых, как минимум, люблю себя за внешность я. И не только. Ну ты Аполлон, клянусь. Я бы тебе все вылезал, что есть у тебя. За внешность, а это самое главное. И вам того же советую. Чел хочет похайпиться просто. Во-первых, конечно же, да, я хочу похайпиться. Но этот видеоролик создан не только для этого. Я хочу также поднять эту проблему и высказать какой-то... Эта проблема колоссальная, блядь. Это так... Эта проблема проблем... Бля... Я предлагаю вызвинуть его вообще на телевизор с такими проблемами. Чтобы вот у него даже, может, знаете, был какой-то свой инструмент в муниципальном управлении. Потому что реально выдвигает проблемы ебанутые. Крутые очень. Надо, 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 надо. На разговоры о важном его надо поместить. Надо, чтобы он в каждом классе говорил «Ребят, проблема в том, что сделал Диппенс, и потом раз в тридцать сказал маленькие девочки Диппенса. Или больше даже». Это своё отношение к ней, потому что, блядь, ну, лично я считаю, что это хуйня неприемлемо. Сидеть нахуй с долбоёбом, который разводит людей на баку и вылизывать ему задницу. Здравствуйте. «Если ты говоришь про определённого человека, нахер на аудиторию пиздеть? Я зритель этого человека. И то, что он меня девочкой называет, восприму на свой счёт. Ничего, вернусь я в Россию. По пляшу». «Не надо, не надо, турбоделл, не надо ничего делать, он школьник просто будет». Бля, я просто, я вот просто предполагаю, что вот сейчас, чем дальше будет время идти, я же не собираюсь, через год, да, заканчивай триме, через два. «Учитывая, что ты стал известным не благодаря внешности». «Я тоже хотел об этом сказать». «Сам неоновым чёл несёт полную хуйню». «Я тоже хотел об этом сказать, но потом я подумал, всё-таки тег чисто о стримерстве, поэтому он формально прав. Ну, насчёт стримерства». «Вот я год стримил, да, два. И вот те парни, которые есть, да, они подрастать будут, и потом будет ещё тяжелее и тяжелее. В принципе, с девочками в интернете тяжело собачиться. В принципе, с девочками тяжело собачиться в интернете. А потом ещё будут типы какие-нибудь, которые будут писать «Я вернусь в Россию, попляшут, блядь!» Что это? Что это вообще такое? Никогда не было, и вот опять нахуй. «Тример, когда ты вроде как уважаемый на треща человека». «Мужик сидит, нахуй, смотрит, меня думает, я, блядь, этого шку... Ты чё, шкет, нахуй?» Повек, ну, блядь, это чё-то... С моей точки зрения, это говно. Это хуйня, и так нельзя делать. «В каком месте он призывает людей идти к этим экстрасенсам?» При том, что здоровый постоянный костяк его аудитории, так же, как и он, в это всё не верит. «Где он призывает людей идти к экстрасенсам?» Ну... «У него синдром какой-то, или чё, он дёргается каждую секунду». «Он на ховерборде просто, видишь, у него лук ховербордиста. Он на ховерборде снизу вот так стоит, видос снимает. Мне кажется, то, что он сидит с этим экстрасенсом полтора часа на стриме и вылизывает ему задницу, соглашается с тем, что у того реально есть способности, и тот может решить любую проблему любого человека». «Бля, вот всё заканчивается на моменте, если его поместить с Олегом Шепсом в одну комнату, что он будет делать?» «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» «Что он ему скажет?» «Ты чё, блядь, ебло? Слышишь?» «Да нихуя он не скажет!» «Нихуя он не скажет!» «Человека? Ну, это уже выглядит несколько как призыв идти к этому экстрасенсу. Я хуй достану. Сань, я рад, что ты хуй достанешь. Мне зачем это знать?» «Ты ёбнутый, что ли, или чё?» Потому что ты как бы соглашаешься с тем, что у него реально есть способности Ну а то, что ты пишешь, что он в экстрасенсов не верит Ну, если он в экстрасенсов не верит, то он пиздит Потому что на стримах создается полное впечатление того, что он верит в экстрасенсов На стримах, блять А сколько вы смотрели, кроме одного? Или кроме двух? А сколько вы смотрели, чтобы говорить на стримах? Вы не правы Либо он играет эту веру, и он пиздобол Либо он верит в экстрасенсов, и он тупой Так что варианта два, как я уже вам говорил в этом видеоролике, выбирайте, какой вам нравится больше. Пиздобол или дурак? Чел думает, что после этого мы не будем смотреть Диппинса. Нет, мне похуй на тебя. На ваших глазах чел сказал, что Диппинс верит в экстрасенсов. Но знает ли он, что такое сарказм? По всей видимости, нет. Ладно, нулина, клоун. Спасибо за контент. Не ведитесь на него и все. Субтитры создавал DimaTorzok